Всем привет! Я сейчас была в городе, только вернулась в машину. Стою недалеко от центра Хадеры, но далеко не всё пошло по плану. Первым делом я купила... Привинчу камеру туда, потому что мне надо срочно валить. У меня... Мало того, что я встала не очень хорошо здесь, так ещё и не оплатила, в смысле не поставила пангу. Сейчас я вернусь. Я купила две скатерти новых, поэтому я очень рада, что я молодец, что всё получилось. Все пункты, которые я хотела выполнить, я выполнила, но это ещё не всё. Сейчас мы отсюда валим поскорее. Я надеюсь, никакого штрафа мне не дали, потому что 50% машины стоит на синем цвете, 50% на красном. Панга всегда ставит мой муж Ашер, а он спал. В общем, после того, как я купила две скатерти, что классно, я пошла на почту. Так, мне сейчас надо... Ага, сообразила, надо ехать. Я пошла на почту. На почте взяла какой-то чубчик для Ашера, для компьютера. Ладно, я здесь поеду. Будет менее людно. И я так надеялась, что это моя лапша, что до родов я успею поесть её, потому что она такая остренькая, ну и не слишком полезная. Но нет, моя лапша, как с Амазона, застряла ещё в своей Корее. Так она оттуда и не вылетела, и уже, скорее всего, не вылетит. И с каждым днём она всё менее-менее актуальна для меня. Что ещё? Я хотела купить фрукты. У меня был список бананов, виноград. Ашер хотел салат. Я хотела взять для салатика разные свежие овощи на рынке. Они очень вкусные, очень классные. И там была такая огромная очередь на рынке. Просто реально люди стоят. Я не знаю, не-не, я не смогу стоять в очереди. Кстати, мне пришлось стоять на почте. Тоже почту у нас сегодня. Я забирала посылочку с магазина, который называется Makora Stokki. И тоже нельзя было заходить внутрь. Надо было дождаться, пока обслужатся тот, кто внутри. То есть сейчас везде такие правила. Они не слишком комфортные, удобные. Ты стоишь снаружи и ждёшь маски, причём, конечно же. Но вот... А, да. Сейчас я хочу поехать в Абулафе. Хочу попробовать, посмотреть. Если там нет очереди, то я возьму и яйца, и хрумус, и фрукты, и овощи. Потом я поеду в Суперфарм, потому что нужны памперсы для Михаэля. Вчера мы так и не поехали за креслом посмотреть, хотя бы кресло. Вчера Ашер был очень сильно занят. Потом вечером он поехал, помог своему брату привезти гриль. Его брат купил такой же гриль, как у нас. И после этого мы просто посмотрели с Ашером шоу, и я ушла спать. Я очень рано ложусь. Ну, где-то в восемь, в полвосьмого. Предверие дня независимости. Ну, давай. Поэтому много очень везде народу. Я вижу много пробок. Я не была к этому готова морально. Я была морально готова к тому, что я приеду в центр города, а там всё будет закрыто. Вот это понятно. Сегодня день памяти. Блин, я видела у мужика флажки, у которого покупала эти... На стол, скатерти. Очень красивые флажки. Вообще, я люблю день независимости за вот эту... За нарядность, за патриотизм. Ой, что-то тут они кого-то ловят. Матюшки мои. Пожалуйста, булафио. Хоть бы у тебя не было сейчас много народу. Let's see. Давайте посмотрим. Я уже вижу, там машины торчат. Другая машина с жопкой выезжает. Это жкупс какая-то в машине быть одной в маске. Просто мне интересно, почему там стоит полиция. И кого она будет останавливать. С какими целями. Ладно, пошла я. Удачи мне. У всех нервы, все друг на друга сигналят. Не позволяют друг другу выехать. Я себе купила, хочу пить ужасно. Сейчас попью. Моя челка выглядит, как будто она... Ашер просто брал вчера мою камеру и поменял в настройках что-то. Кину к тебе. Тихо. Положила новую скатерть, протерла. Она была вся пыльная. Сейчас хочу попробовать салатики с Михалем. Потому что Михаль очень любит кукурузку. Интересно, они заправлены или нет? Угу. Этот салат не заправлен. Он нуждается в масле и лимонном соке. Когда мы в арабском ресторане кушаем, он обожает этот салатик. Реально вкусный. Этот надо заправить просто. Может быть, это майонез очень сильно разбавленный. Вообще в легкую сейчас все съедим. Очень вкусно. Еще и вот этот я салатик подъедаю. А Михаль не хочет. Михаэльчик. Мы бессовестные с Михаэлем съели всю баночку. Не знаю, хотел ли Ашер, потому что я ему показывала, что есть такой салатик. Он вообще-то его тоже любит, но... Все, все. Мы все съели с Михаэльчиком. Мы бессовестные. Да вообще у Абулафия Огромный холодильник полон вот таких всяких салатов арабских. Всяких-всяких разных. Я с таким недоверием как-то не знаю. Я всегда пришла за хумусом. Всем привет. Грею чайник, чтобы сделать себе кофе. Наверное, пойду встану на весы. Присоединила. У него слишком горячее вот эта булка. Надо подождать. Михаэльчик. Сейчас она быстро остынет. Купила еще одну серебряную. Но они обе, кстати, прозрачные. Я этого не ожидала. Ашер говорит, что надо было еще белую взять. Но, честно говоря, мне нравится и так. Нормально. И так пойдет. Решила сделать жареную вермишель для Люши на завтрак. Первый раз такой рецепт делаю именно вот этот. Этот рецепт идет без риса. Здесь только вермишель. И сливочное масло, и соль, и вода будет. Ну, сейчас посмотрим, что скажут детки. Я бы сюда лучше бы добавила соевый соус вместо соли. Потому что вкус довольно такой, знаете, ну, невзрачный получился у макарошек. Посмотрим сейчас реакцию детей. You don't have passion for you. Грибочки он будет сейчас грилить. Много пит. Булки решил не брать. Потому что изначально он нашел только четыре лепешки. И я говорю, возьми булки. Давай будем разумными, возьмем булочки. Эту штуку надо выбрать. Мама, Михаэльчик, мама. Сейчас будем скоро, мама. Здесь у нас грибочки, как я сказала. Вот эти котлетки я хочу сама. Пить я тебе сейчас дам. Пить. Подожди. А где твоя вода? Люша, а где его водичка? Вон она там, смотри, на диване стоит. На диване, на диване, Михаэльчик. Стейки и курица. Я ничего не мариновала. Все в таком первозданном виде. Здесь очень много всяких специй. Вот это просто дикая вкусняшка, которая полыхает огнем. Из-за этого я не берусь его деревить. Здесь, кстати, бумажку. Надо, чтобы Паша сейчас убрал. Сейчас придет, скажу, чтобы убрал вот эту бумажку. Пока здесь немножко приберут это все, все пакетики. Из-за этого очень жаркая страна, поэтому весь мусор нужно тщательно упаковывать, лишая доступ кислорода внутрь пакетов. Иначе будет запах. Машла мэх. Яфа. Здесь вот мокро на ковре. Ашер там. Пока там Ашер грилит мясо, я сделаю салат, который называется Кацутс в Израиле. Просто положу огурец, помидор, лучок и кукурузку. Присыплю все солью и положу немножко масла. Салатик готов. Получился очень вкусный. Совсем немножко соли. Едва-едва она ощутима здесь. Салат? Салаток. Смотри, вам видишь, Михаил Басовланут ждет. Салат? М grave. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Посуда вымота Теперь можно помонтировать Сегодня у нас День независимости В День независимости весь Израиль делает барбекю Обычно это происходит, конечно, на улице Мало кто делает это на балконе, хотя есть и такие Но из-за того, что у нас режим карантина намного жестче В конкретно эти праздничные дни, чтобы, опять-таки, не распространять заразу То все сейчас, конечно, балконят Все сейчас грилят исключительно дома у себя Ашер сегодня приготовил большое количество мяса Чтобы можно было его есть еще и в выходные Но, если честно, у нас осталось уже не так много Я ела котлеты, они были очень вкусные, говяжьи Ашер съел один шашлык и, по-моему, стейк Осталось не такое уж большое количество Питы были просто волшебные Всем бай-бай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok